ИСЛАМ ДОС В этот вечер мы прочли с вами очень трогательные аяты, в которых Всевышний Аллах упоминает о положении преступников и грешников. Когда смерть настигает их, тогда они будут просить ангелов смерти, дать им еще один шанс. Или будут просить Аллаха, дать им еще один шанс, они будут говорить, теперь мы поняли, теперь мы увидели. Но Аллах говорит. Но нет, поистине, это всего лишь слова, которые они произносят. Они не получат другой возможности. Даже если им была бы дана такая возможность, они бы все равно продолжали делать то, что делали. И Аллах говорит, что они останутся в таком состоянии до того дня, когда Аллах воскресит их, и они получат расчет. Мы остановились на истории об Ибрагиме, алейхиссалям. Точнее, мы закончили историю Ибрагима, алейхиссалям. Есть упоминания о смерти Ибрагима, алейхиссалям. Но то, что нам важно знать, что упоминания о точном месте, где он умер, дошли до нас только от людей Писания и из иудейских текстов. Поэтому, когда речь идет о городе, где он умер, можно говорить, что он похоронен в городе Аль-Халиль или в Хевронии и так далее. Но мы должны помнить, что эта информация пришла к нам из иудейских текстов. И наша позиция в этом «Ля нусаддих, уа ля нукавиб». Мы не отрицаем этого, но и не говорим, что это правда. Это может являться правдой. И нет. На самом деле, мы не будем спрошены об этом в день воскресения. Нас не спросят, где Ибрагима, алейхиссалям, похоронили. Нас не будут спрашивать об этом. Мы будем спрошены о наших поступках и о том, какой урок мы для себя извлекли из истории Ибрагима, алейхиссалату ассалям. Как мы говорили, был пророк по имени Люд. Люд, алейхиссалям. Вкратце, его история, то, что он был молодым человеком во времена Ибрагима, алейхиссалям, когда Ибрагима, мир ему, хотели сжечь. И после того, как Ибрагим, алейхиссалям, вышел из огня, этот молодой юноша принял послание Ибрагима, и тогда он был единственным его последователем. Позже была еще девушка Сара, которая тоже приняла послание Ибрагима, алейхиссалям, так их стало двое. Итак, Ибрагим, алейхиссалям, отправился на север, позже. И мы говорили с вами о том, как он отправил Люда, алейхиссалям, к народу Содома, к народу Содома и Гаморы. Так они называются на русском. И Люд, алейхиссалям, работал в том регионе, в то время как у Ибрагима, алейхиссалям, жизнь была в Мекке. Он обосновался там. Теперь Люд, алейхиссалям, обнаружил, что его люди очень, очень отличались. Они были странными, похотливыми, мерзкими. Слово, используемое в Коране, мерзкие. И этим вечером мы читали этот аят в Суре Аль-Анби'я, где Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит «Мы спасли его от людей, которые совершали мерзкие поступки». Хабаит – это то, что очень грязно и мерзко. Итак, Аллах описывает эти действия как мерзость. И Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит «Народ, лута, отверг всех посланников». Итак, был всего один пророк, который пришел к ним. Почему же Аллах говорит, что отвергли всех пророков? Потому что мы мусульмане. Что мы говорим? Мы верим в Аллаха Единого. Мы верим в эту шахаду и в то, что нет другого божества, кроме Аллаха, субханаху ва-та'аля, и Мухаммад, салаллаху алейхи ва-салям, его посланник. Но наша вера не является абсолютной, если мы не верим во всех посланников, то есть предыдущих посланников. И если кто-то говорит «Я верю в Ноя, Авраама, но я не верю в Моисея, а я верю в Иисуса и других», то он не может называть себя мусульманином. Не может. Потому что мы верим и так далее. Мы верим в Аллаха и во все писания. В двух словах мы верим, что книги были посланы как откровения к посланникам или к некоторым из них. И мы принимаем все, о чем узнаем из них, и мы знаем, что утверждение правильное, если Коран подтверждает его. То же самое относится к посланникам. Те имена, которые упоминаются в Коране, мы должны принимать. И мы должны верить в то, что они были лучшими из людей, которые были избраны Аллахом, субханаху ва тааля. Тот факт, что они отвергли Лута, алейхиссалям, означает, что они отвергли всех остальных. Значит, они отвергли всех посланников. И это тоже послание, которое Аллах, субханаху ва тааля, передал также всем предыдущим народам. Итак, Аллах говорит. Когда Лута, алейхиссалям, сказал им. Неужели вы не боитесь Аллаха? Я посланник, достойный доверия. Я пришел к вам. Побойтесь же Всевышнего Аллаха. Я не прошу у вас ни единого пений. Послушайте. Он говорит, я не прошу у вас даже доллара, то есть ничего. Ни валюты, ни денег, ни золота, ни серебра, ничего материального. Я ничего не хочу. И эти люди начали обвинять Лута. Этот человек пришел в наш город, начал распространять свое послание и говорить с нам, чтобы мы прекратили делать то, что делали, потому что он хочет получить что-то взамен. Аллах говорит, нет. Он сказал своему народу, что ему совсем ничего от них не нужно. Моя награда у моего Господа. Дальше. Он точно описывает то, что они совершали и насколько это было неправильно. Как вы можете приходить, чтобы вступать в близость к людям вашего же пола? Как вы можете совершать аморальные поступки с людьми вашего же пола? И как вы можете предпочитать мужчин, женщинам? Вы действительно народ, который приступил закон Аллаха Субханахуа Тааля. Давайте остановимся на мгновение. В наши дни есть люди, которые заявляют, что они мусульмане. И я услышал одного из них на ютубе недавно. Он говорил, нет. Я изучил Коран. Я изучил полностью весь Коран. И в Коране говорится, что запрещается лишь насиловать мужчин. Но если это происходит по согласию, то в этом нет ничего плохого. Вот что они говорят. Насколько же они глупы? Как же они глупы? Когда Люд говорит, вы предпочитаете делать это с мужчинами и оставляете женщин. Разве здесь говорится, не насилуйте мужчин, насилуйте женщин? Неужели он пытается сказать это? Итак, в Коране четко говорится, что неправильно то, что вы совершаете. Они совершали это обоими способами, как через изнасилование, и так и по согласию, тоже. Но они делали это только со своим полом. Аллах Велик. И Аллах Субханаху Ватааля говорит, насколько это омерзительно. Знаете, я привел вам всего лишь один пример. Но на основании таких заявлений люди утверждают, что они все равно остаются мусульманами. И они верят в то, что Коран не отвергает проблему гомосексуальности. Но они не понимают арабский. Они не поняли ничего из того, чему учит Коран. И откровенно говоря, они слепые, потому что в Коране говорится, что когда люди совершают подобные поступки, Аллах говорит об этом, и мы еще дойдем до этого аята, они становятся слепыми. Слепыми, то есть не отличают хорошее от плохого. Итак, при всем уважении к животным, они даже хуже, чем животные, да защитит нас, Всевышний Аллах. Запомните, я говорю при всем уважении к животным, потому что животные, это для них оскорбление, даже если просто предложить им. Автоматически собаки и свиньи не совершают этого с рождения по своей природе. Мы просим Всевышнего Аллаха уберечь нас. И это мы говорим с чистым сердцем. Что это означает? Это испытание. Аллах велик. Я знаю, что некоторые тайно могут говорить, что нам дозволено делать все, что мы пожелаем. Но я скажу вам так, все, кто сидит здесь, мусульмане, как мусульмане, мы не свободны в действиях. Аллах велик. Мы избрали подчиниться. Как только вы избрали подчиниться, вы не свободны. Вы уже руководствуетесь определенным кодексом поведения. Допустим, вы гражданин Южной Африки, например. Поэтому вы уже не вправе нарушать закон Южной Африки. Но если хотите нарушать эти законы, то переезжайте в другую страну. То же самое касается, когда вы не мусульманин, вы можете делать все, что вам вздумается. Но как только вы говорите, что вы мусульманин, вами руководит ислам. Если хотите совершить что-то против ислама, одно дело совершать это, зная, что это неправильно, тогда вы все равно мусульманин. Но вы становитесь грешником, да защитит нас Аллах. Но другое дело, если вы делаете что-то и находите этому оправдание, говоря, что ислам не запрещает этого, тогда вы перестаете быть гражданином ислама, если можно так сказать. Мы просим Всевышнего Аллаха даровать нам спасение, а также нашим детям. Итак, в этом есть здравый смысл, и мы четко понимаем, что зачем он сравнивает это с противоположным полом. Когда, если они участвуют в изнасиловании, то если запрещено насиловать этот пол, то запрещено и другой. Мы просим Всевышнего Аллаха даровать нам глубокие знания, и да откроет он двери к правильному пути для всех нас. Итак, Всевышний Аллах говорит, что их грехи заключались не только в том, что они занимались садомией. Это называется садомией от названия города Садум, Садом. То есть этот термин, это имя берется из этих людей, потому что они были первыми в истории человечества, совершившими подобный грех. Согласно учению Всевышнего Аллаха в Коране. Аллах говорит, Как вы можете совершать мерзость, которую до вас никто никогда не совершал? Это значит, они были первыми. Есть люди, которые говорят, что это генетическая проблема, наследственная, что она передается по наследству, она в ваших генах и так далее. Клянусь Аллахом, это слабое и дешевое оправдание. Дешевое оправдание. И я озадачен тем, как многие медики могут только соглашаться с этим. Ведь некоторые люди склонны к прелюбодеянию. Почему же они тогда не говорят, что это наследственное? А некоторые зависят от алкоголя. Почему же они не говорят, что это наследственное? Тогда для любого греха можно использовать такое же оправдание, говоря, «Я унаследовал это от своих предков. Аллах Велик». Как можно такое говорить? Если бы это было правильно, то каждый мог бы оправдать любой грех, который он совершает. Следовательно, ничего не передается по наследству. Но есть люди, которые не могут контролировать себя. В наши дни люди, которые позволяют себе грязные мысли и продолжают думать о грязных вещах, стремятся воплотить эти мысли в жизнь и продолжают совершать эту мерзость. Поверьте мне, соблюдающий иудей и соблюдающий христианин и соблюдающий мусульманин, у них у всех одинаковое мнение по этому поводу. В тот момент, когда кто-то начинает одобрять этот грех, он лишается христианства, лишается иудаизма, лишается ислама. Это что-то общее. И те, кто решил принять этот грех, изменил свою религию, Аллах Велик, они модифицировали свою религию, да подарит нам Всевышний Аллах защиту, как мусульманам. Мы, иншаллах, никогда не будем, мы никогда не будем говорить, что это дозволено в исламе. Справедливо говоря, если вы живете на Западе или в стране, в которой люди не хотят, чтобы вы об этом говорили, нам лучше делать сбалансированные заявления, и это означает, что, как и те люди, которые вправе считать это дозволенным, то это их дело считать это дозволенным. Но мы также вправе считать это запретным. Надеюсь, вы поняли, никто не заставляет вас говорить, что это приемлемо. Есть такие страны, в которых людей заставляют учить это. Там заставляют изучать это и считать это нормой, и утверждают, что в этом нет ничего дурного. Однако, мы должны понимать, что это отрицает нашу сущность, с которой сотворил нас Всевышний Аллах. Отрицается сама суть, для чего мужчина был создан. И не только мужчина, но и все творения Аллаха. Аллах говорит. Мы сотворили все сущее парами, чтобы вы вспоминали о могуществе Аллаха. Существуют положительные и отрицательные ионы. В электричестве соединяются положительные и отрицательные заряды. Почему они не соединяют два положительных заряда? Что получится? Или два отрицательных заряда? Да одарит нас Всевышний Аллах глубокими знаниями. Аллах говорит. Не смотрите только на людей или на других, то есть живых существ. Обратите внимание на все, что мы сотворили парами. Да подарит нам Всевышний Аллах глубокие знания. Народ Люта, алей-иссалям, также совершал грех, который называется что означает они были разбойниками они сбивали с дороги путников останавливали их и забирали их имущество таким образом они совершали еще и эти дурные поступки еще одно аллах говорит у них были свои клубы слово нади означает клуб у них были клубы в которых они собирались для совершения своих злодеяний и каждый раз когда они собирались там они вдохновляли остальных людей на совершение злодеяний и совершали эти злодеяния совершали столько зла что аллах говорит что это было основным их занятием и аллах субханаху вата аля говорит что лют алейхи салям сказал им прямо как вы можете участвовать в гомосексуальности и не только это но и делать это на виду у всех астагфираллах это был еще один грех в чем же он заключался аллах говорит у антум туб сырун вы бесстыдно совершаете это во время того как люди наблюдают за вами люди смотрят на вас и вам совсем не стыдно поэтому мухаммад салаллаху алейхи вассалям говорит люди будут продолжать надеяться на прощение аллаха до тех пор пока они не согрешат открыто как только вы совершаете грех открыто когда люди видят вас ваша надежда ослабевает мы просим аллаха субханаху вата аля даровать нам защиту потому что есть люди которые совершают это открыто знаете иногда вы можете встретить человека например вы идете они совершают что-то недоброе например врубают музыку на полную в своем автомобиле что даже дорога трясется и он замечает о это шейх возле меня раньше они выключали музыку раньше выключали а в наши дни даже если не слушали музыку то увидели шейха и включают ее громко вот что происходит почему потому что сейчас люди напрашиваются на наказание аллаха они просят его знаете если раньше парень и девушка держали за руки проходил шейх и они быстро отпускали руки потому что они не хотели чтобы другие это видели так как они еще не в браке а только помолвленные скажем так теперь когда проходит шейх они начинают обниматься и целоваться чтобы посмотреть что же он сделает ведь даже мой отец это не запрещает итак мир меняется люди сами ищут себе проблемы да подарит нам всевышний аллах глубокие знания и так аллах субханахуа тааля говорит во первых ваш грех это мужеложство во вторых вы сбиваете с пути странников и забираете у них их имущество и в третьих вы занимаетесь только мерзостью на своих сборищах поэтому аллах субханахуа тааля говорит лют алейхиссалату вассалям продолжал проповедовать им они лишь смеялись над ним издевались над ним обвиняли его в том что он одержим и что он указывает им что им делать и что не надо делать и аллах субханахуа тааля не даровал ему сыновей у него было только две девочки две дочери и и аллах субханахуа тааля рассказывает об этом но до того как мы дойдем до этого давайте рассмотрим некоторые выражения которые используются в коране для описания этих людей всевышний аллах говорит как вы можете вступать в связь с тем же полом астагфираллах это даже невозможно описать однажды я встретил двух мужчин самолете когда путешествовал из кейптауна в йоханнесбург и я должен рассказать вам эту историю и я спросил у одного из них как его зовут он сказал так то назвал мусульманское имя и другого я спросил как тебя зовут он говорит он сказал как я говорю значит это твой отец он говорит нет это аллах велик да дарует нам аллах субханахуа тааля защиту мне пришлось встать и сказать при всем уважении я никогда не сталкивался с подобными людьми можно я задам вам вопрос чем вы занимаетесь это все что я хотел узнать и один из них сказал мне знаешь я могу сделать так чтобы тебя арестовали за унижение я сказал о чем ты говоришь я просто задал тебе вопрос причина почему я вам сегодня рассказываю об этом открыто потому что это происходит среди нас и людям даже не стыдно за это да защитить нас всевышний аллах и да дарит нас всевышний аллах благом да если кто-то хочет жить по законам аллаха то он ответственный перед ним они передо мной или еще кем-то но мы будем продолжать говорить о коране потому что мы свободны делать это да подарит нам всевышний аллах глубокое понимание аллах говорит вы народ который поистине приступил всякие пределы в другом аяте вы народ который невежественен астагфирулла невежественный полнейшая глупость да защитит нас всевышний аллах эти слова употребляются в коране и аллах субханахуа тааля говорит как вы можете оставлять то что мы создали для вас и приближаться к другому из этого аята мы понимаем опять таки что здесь речь идет не об изнасиловании ведь если было бы так то аллах сказал бы идите и насилуйте женщин нет затем всевышний аллах говорит что лют алей ассалям посмотрел на этих людей сказал о мой народ я не причастен к тому что вы совершаете полностью я не один из вас и я никогда этого не стану совершать я никогда не буду этого делать и я хочу четко разъяснить что я против вас очень против и я предупреждаю вас о том что разрушительная кара постигнет вас от всевышнего аллаха затем аллах говорит у его народа был только один ответ люди из его общества посовещались и сказали мы должны изгнать его из нашего общества потому что он думает что он непорочный и чистый он думает что он непорочный и чистый поэтому мы должны изгнать его и так аллах упоминает об этом и аллах говорит в другом аяте их ответ был следующий мы должны изгнать люта и его семью из нашего селения потому что эти люди заявляют что они чистые и смотрят на нас будто мы очень грязные затем они предупредили его о люд если ты не перестанешь говорить то что говоришь мы прогоним тебя если ты не перестанешь говорить то что говоришь мы прогоним тебя и аллах субханаху ватааля говорит лют алейхиссалям предупредил их о наказании он сказал послушайте аллах придет к вам с наказанием я говорю вам делать что-то что лучше для вас почему же вы предпочитаете совершать грех и вы ослеплены аллахом субханаху ватааля и так у них был другой ответ когда он предупредил их о наказании аллах говорит этот народ не нашел ничего другого как сказать в ответ о люд приведи нам наказание всевышнего аллаха сейчас если ты говоришь правду такая же просьба как просили нуха они попросили проблемы и аллах субханаху ватааля говорит когда они сказали это лют алейхиссалям прочитал дуа он сделал дуа он сказал о мой господь помоги мне справиться с этими людьми запомните одну вещь лют алейхиссалям был всего лишь один человек один и у него было две дочери так их было трое тех кто верил в аллаха субханаху ватааля остальные из народа были больны аллах велик согласно корану все они были не в своем уме аллах говорит они были ослеплены они толкали людей на грех они собирались вместе и толкали на грех и если кто-нибудь проходил мимо они нападали на них когда путешественник проезжал мимо они прятались и выжидали в засаде а затем они набрасывались на него и делали все что хотели либо отпускали его либо оставляли его заключенным и продолжали делать с ним все что хотели вот насколько плохими были эти люди и аллах субханаху ватааля говорит об этом он говорит что лют алейхиссалям возвел руки к нам и попросил нас о помощи и он сказал о аллах спаси меня и мою семью от того что они совершают теперь если вы посмотрите на книгу которую мы считаем является измененной библией вы найдете что в ней обвиняется лют там говорится что он являлся одним из них и совершал прелюбодеяния со своими собственными дочерьми астагфирулла в исламе мы верим что это богохульство наивысшая степень богохульства это оскорблять пророка аллаха субханаху ватааля и обвинять его в чем-то на что он не способен когда аллах посылает нам посланника то он посылает нам посланников наивысшей степени тех у которых было самое лучшее поведение и поступки они были самыми лучшими из людей да подарит нам всевышний аллах понимание и так лют алейхиссалям был не причастен к подобным грехам они обвиняли его говорили что угодно и только аллах знает почему со временем они изменили библию стараясь изобразить люта преступником может они сами хотели совершать подобное только аллах знает да защитит нас всевышний аллах и так аллах говорит после этого касательно люта аллах Алихиссалям и так давайте мы с вами остановимся и посмотрим Ибрагим Алихиссалям жил в те времена а Исхак Алихиссалям тогда еще не родился Исаак мир ему тогда еще не родился когда люд прочел это дуа Исаак мир ему еще не родился и Аллах говорит мы послали трёх ангелов мы говорили об этом два дня назад. Мы послали трех ангелов к пророку Аврааму. Когда они пришли к Ибрагиму, то он сначала не распознал в них ангелов. Вы, наверное, уже знаете, что он принес им ягненка, аппетитного жареного ягненка. И, субханаллах, когда они не стали есть его, то он испугался. В какой-то мере, потому что он хотел знать, кто же они такие. И когда он спросил их, кто они такие, тогда они сказали ему, мы посланники Аллаха, и мы были посланы к народу Лута, и мы были посланы, чтобы сообщить тебе, что твоя жена беременна. И, иншаллах, она родит ребенка по имени Исхак. Тогда Ибрагим, алейхиссалям, посмотрел на них. И Аллах, субханаллах, говорит, когда у Ибрагима, алейхиссалям, страх прошел, и мы сообщили ему радостную весть, он стал препираться с нами за народ Лута. То есть он пытался выиграть для этих людей еще немного времени. Но Всевышний Аллах сказал, мы сказали Ибрагиму, оставайся в стороне от этого, мы уже вынесли решение относительно их наказания. Тогда Ибрагим, алейхиссалям, сказал, когда они описали наказание, которое ждет этих людей, они сказали, Аллах Велик, мы еще вернемся к этому аяту. Они сказали, мы были посланы с камнями, огромными камнями из распеченной глины, с высеченными на них именами каждого из них. Что же это означает? Мы еще вернемся к разъяснению этого. Теперь Ибрагим, алейхиссалям, был взволнован. Он говорит, но ведь там Люд, имея в виду, что Люд живет среди этих людей. Они сказали, нам лучше знать, кто там. Мы знаем лучше тебя, кто живет среди них. Мы спасем его, не переживай, и мы спасем тех, кто заслуживает спасения. Тем временем ангелы продолжили свой путь в сторону Содома. Когда они дошли до города, первыми из людей, которые увидели этих троих очаровательных юношей, самых красивых юношей, были дочери Люда, алейхиссалям. Они увидели их, девушки были верующими. Они сразу заволновались и побежали к своему отцу. О, Люд, знаешь что, в город идут какие-то люди. И нам необходимо, несомненно, это происходило вечером. Это было вечером. Мы должны спасти их. Ты же знаешь, что эти люди придут за ними и изнасилуют этих мужчин, буквально. Поэтому Люд, алейхиссалям, стремительно побежал к тем мужчинам. Он поприветствовал их. И дальше он повел их к своему дому и сказал, не переживайте, вы будете гостями моего дома. Доверяйте мне. Они ответили, хорошо, мы останемся у тебя в гостях. И они отправились к его дому. Когда они шли, Люд, алейхиссалям, сказал им, вы знаете, Аллах еще никогда не создавал худших людей, чем эти. И ангелы были счастливы услышать это. Почему? Потому что Аллах сказал им мне наказывать этих людей, пока посланник, который был отправлен к ним, не засвидетельствует, что они заслуживают этого. Поэтому, когда они услышали это от Люда, алейхиссалям, то они знали, что теперь они получили приказ. Как мы бы с вами сказали, они получили подпись одобрения. И Люд продолжал говорить, что это плохие люди. Они худшие из людей, хуже их еще не было на свете. Он продолжал говорить так, чтобы отговорить их ночевать в этом городе. Итак, его роль была как принимающего в гости и роль человека, который говорил им уйти. Хорошими словами, что лучше им уйти. Да подарит нам Всевышний Аллах спасение. Итак, они пошли дальше, пришли к нему домой. А он продолжал говорить, что это очень плохие люди. Они участвуют в плохом, творят зло. И что же произошло дальше? Никто не узнал о них. Никто не увидел их по пути. Они вошли в дом, проскользнули внутрь и закрыли двери. И Люд, алейхиссалям, был счастлив. Он был доволен, что их никто не увидел. Очень печально. Аллах говорит о происходящем далее в Коране. Аллах привел пример о жене Ноя и жене Лута. Обе они ханата хума. Они предали своих мужей. Итак, жена Лута, алейхиссалям, предала его. Она сотрудничала с врагами Лута, отправив им записку, говоря, «Эй, к нам в дом пришли трое очень красивых мужчин». Она отправила письмо. Поэтому Аллах говорит, что она заслуживает наказание за соучастие. Это учит нас тому, Аллах говорит, стремитесь помогать друг другу в добрых делах и не одобряйте совершение плохих поступков. Не помогайте человеку, который совершает зло. Кто-то просит его подвезти. Вы спрашиваете, куда едешь? Он говорит, в бар. Оставь его. Даже если на улице дождь, не надо его подвозить. А если подвезешь, то за каждую выпитую им бутылку тебе записывается такой же грех. Поэтому, когда кого-то нужно подвезти в мечеть, подвезите. И за каждый ракаат его намаза вы получите такую же награду. Помогайте людям добираться до намаза. Помогайте людям выполнять его. Так же, как мы получаем награду за помощь в добрых делах, мы разделяем грех, когда помогаем в совершении этого греха. Да сделает нас Всевышний Аллах одними из тех, кто напоминает людям не совершать грех. Итак, теперь Аллах говорит. Люди из этого селения при встрече друг с другом начали распространять новость о трех путниках. Там трое мужчин. Они продолжали. Там три мужчины. Пойдемте. Они ликуя отправились к их дому. Астагфируллах. Послушайте, как Аллах упоминает об этом. Аллах говорит. Это очень-очень опасно. Очень-очень опасно. Потому что, когда они посмотрели на Люта, они сказали ему, постучали в дверь и сказали, эй, открой дверь. Он говорит, что вы хотели? У меня здесь гости. Не позорьте меня перед моими гостями. Неужели среди вас не найдется ни одного благоразумного мужчины? Хотя бы один благоразумный мужчина, который оставит в покое моих гостей и не будет позорить меня? Это мои гости. И у вас нет уважения к моим гостям? Тогда они ответили ему. О, Лют, разве мы не говорили тебе, что тебе запрещено принимать у себя никаких гостей? Представьте, они установили такие правила, что ему даже нельзя приглашать гостей. Если он пригласит их, у него проблемы. Потому что если пригласит кто-то другой, то они могут напасть на него ночью. Итак, Лют, алейхиссалату вассалям, продолжал уговаривать этих людей разными способами. А тем временем, Аллах, субханаху ва-та'аля, описывает, что произошло что-то необычайное. Все люди устремились к нему. Почти весь народ пришел к нему. Аллах говорит, пришел весь народ, вся нация. Они пришлись, сбежавшись к нему, чтобы склонить гостей Люта к мерзкому деянию. Итак, они пришли к двери и начали колотить в нее. Они хотели выбить двери. Аллах велик. И они почти сломали двери. Тогда Лют, алейхиссалям, забеспокоился и испугался. Чего он испугался? Он боялся за своих гостей. Это мои гости. И эти люди не хотят оставлять их в покое. Итак, Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит. Лют, алейхиссалям, посмотрел на них и сказал. Тогда он сказал, посмотрите, о мой народ. Вот, это мои дочери. Женитесь на них, если хотите. Когда Лют говорил дочери, то он имел в виду дочери уммы, женщины из числа мусульман. Он относился к ним, как к собственным дочерям. И он говорит, почему вам не удовлетворять свои страсти с дочерьми, с девушками? Вы можете жениться на них, если пожелаете. Чем вы тут занимаетесь? Зачем вам это? И знайте, что они ему ответили. «Лют, ты знаешь, что нам не интересны твои дочери. Ты знаешь, чего мы желаем». И Аллах говорит об этом в Коране. И Аллах говорит это то, что они сказали. Ты знаешь, что именно мы хотим. В тот момент, Люд был практически беспомощен. И тогда он произнес следующие слова. Он сказал, если бы со мной были мужчины, чтобы помочь мне, чтобы эти мужчины помогли мне, ведь у него было только две дочери. Если бы со мной были мужчины, или крепкая опора, чтобы защитить нас, я так желаю этого и надеюсь на это в тот момент, когда те люди уже почти добрались до того, чего желали или хотели, эти три человека заговорили. «О, Люд, мы ангелы. Они никогда не смогут причинить тебе зла, никакого вреда». «Лян, Ясулю Илейк» не смогут до тебя добраться. «Отправляйся в путь среди ночи. Покинь этот народ. Уйди как можно дальше. И не оглядывайся вообще совсем. Не оглядывайся, чтобы взглянуть на них. Кроме твоей жены. Кроме твоей жены, значит, твоя жена может присоединиться к тебе, но она оглянется и получит наказание. Или твоя жена не пойдет с тобой. Это означает одно из двух. Что именно, Аллах знает лучше. Итак, Люд, алейхиссалям, сразу же отправился в путь, ведь ему было сказано. Срок этого народа выйдет на рассвете, рано утром. «Разве утро не близко, о Люд? Уходи как можно дальше. Как можно быстрее и как можно дальше. Просто иди. Ты и твоя семья». Он забрал своих дочерей и ушел. Что случилось дальше? Аллах, субханаху та'аля, говорит. Аллах велик. Этот народ поразило самое жуткое наказание. Эти люди получили три разных вида наказаний. Три разных наказания для одного народа. Аллах говорит. На рассвете их поразил. Рано утром их поразил ужасный вопль. Помните, мы говорили о звуковых волнах. Ужасный вопль. Он был такой громкий, что их тела задрожали. И Аллах, субханаху та'аля, говорит, что Он повелел ангелу Джибрилю, который был одним из трех ангелов, принять свою первоначальную форму. Какая первоначальная форма Джибриля? Пророк, салаллаху алейхи вассалям, описывает ее. Он говорит. Я видел Джибриля в его первоначальной форме. Уаляху, ситтуми атиджанахин. У него шестьсот крыльев. Каждое крыло начинается на востоке и заканчивается на западе. Не видно даже, где оно начинается и заканчивается. Каждое крыло. Итак, Джибриль, алейхи вассалям, принял свою естественную форму. И всего лишь кончиком одного из своих крыльев он сделал подкоп под всем селением этого народа. И это уже случилось после того, как они были наказаны, и их поразил ужасный вопль. И Джибриль поднял их высоко-высоко. А затем опрокинул их вниз. И они сразу упали вниз. Их постигла смертельная кара. И Аллах, субханаху та'аля, говорит, Мы перевернули все их селение вверх дном. Мы сделали верх низом, а низ верхом. Это говорит Аллах. Всего лишь при помощи кончика крыла Джибриля, алейхи вассалату вассалям. Аллах говорит, а затем мы обрушили на них камни из обожженной глины. Это были большие камни, то есть чуть больше, чем обычные камни. И чуть меньше того, что мы называем глыбой. На каждом камне было высечено имя каждого человека. Аллах говорит, Они были помечены. На каждом камне было имя от Аллаха. Этот камень для этого, тот для того. И Аллах говорит, Они падали в определенной последовательности. Итак, камни начали падать с небес. Когда камень падал на одного человека, другой смотрел, и внезапно еще один падал на него. Ударял его, и третий наблюдал за этим. Третий камень падал на третьего. Четвертый, пятый, пока очень быстро не был уничтожен весь народ. И был также камень, предназначенный для жены Люта, алейхи вассалям. Итак, Аллах говорит, что, во-первых, их поразил вопль. Во-вторых, мы перевернули их вверх дном. И в-третьих, мы обрушили на них каменный дождь, на каждого из них. Аллах велик. Вот почему Аллах, субханахуа тааля, говорит об этом. Аллах говорит, Лют, алейхи вассалям, предупреждал их неоднократно, но они не поверили ему. Они испытывали его терпение, что означает, они продолжали унижать его и продолжали грешить, они не хотели останавливаться. И Аллах, субханахуа тааля, говорит, посмотрите же, что случилось с этими людьми. И знаете что? Также Аллах, субханахуа тааля, говорит, что они до сих пор находятся там. Аллах говорит, этот народ, Лута, алейхи салям, мы оставили их, оставили их следы там, чтобы все вы могли их увидеть, тот, кто придет после них. Поэтому сегодня, если вы поедете к Мертвому морю, вы увидите, что эта местность сохранилась в таком же виде, когда это случилось с народом Лута. Аллах велик. И Аллах говорит Мухаммаду, салла Аллаху алейхи вассалям, Вы, люди, проходите мимо них, утром и вечером. Неужели вы не разумеете, что это наказание, которое Аллах послал тем, кто совершает подобный грех? Это одна из причин, по которой Аллах оставил их там. Аллах велик. И в завершении я хочу упомянуть об аятах в начале 27-го джуза Корана, которые очень поучительные, в них описывается, что случилось с народом Лута. Они начинаются с вопроса Ибрагима, алейхи салям, к тем посланникам, которые были посланы к нему. Ибрагим говорит ангелам, Какова? Какова ваша миссия? Что вы теперь будете делать? Они сказали, мы посланы к грешному народу, чтобы наслать на них эти камни, которые были сделаны из сухой глины, раскаленные камни. Аллах говорит, они здесь, чтобы обрушить на них эти камни. Все они, помеченные, на каждом из них есть надпись от Аллаха, субханаху ва-та'аля, для людей, которые приступили пределы. Итак, Аллах говорит, мы вывели, кого мы нашли, из тех, кто был среди них, как верующие, как му'менин. Таким было повеление Аллаха. Затем ангелы сказали, Но мы не нашли там никого из мусульман, кроме одного дома. Мусульман, которые подчинились, это был Люд и его две дочери. И мы оставили там знамения для тех, кто хочет увидеть, те, кто боится мучительных страданий, болезненных наказаний, и кто хочет извлечь из этого урок. Да подарит нам Всевышний Аллах благо. Итак, этот народ был полностью уничтожен. Люд, алейхиссалям, ушел, и куда же он отправился? Он вернулся к Ибрагиму, алейхиссалям, чтобы рассказать ему о случившемся, чтобы рассказать ему, что случилось. И он был удивлен, что Ибрагим, алейхиссалям, уже знал, что случилось. Почему? Потому что Ибрагим, алейхиссалям, сказал, что когда пришли те ангелы, они сначала пришли ко мне, все рассказали, а потом пошли к тебе. Сообщается, что до своей смерти Лут, алейхиссалям, продолжал проповедовать людям. И он продолжал учить людей благому. Да сделает нас Аллах из тех, кто обучает благому. Да защитит Аллах наших детей, наших потомков и всех нас от подобного зла. Запомните, в наше время на земле это пропагандируется. Это продвигают настолько, что в некоторых странах это рассматривается как что-то хорошее. И людям даже дают дополнительные пособия, им даже дают дополнительно надбавку, когда они участвуют в таких делах. Запомните, это навсегда останется неправильным и навсегда останется злом. Я бы хотел рассказать вам что-то. Во времена Лута, алейхиссалям, это было распространено только в одном месте. А в наши дни это распространено по всему миру, во всем мире. Как вы думаете, чем все это закончится? Каков будет результат? Да спасет нас Аллах, субханаху ва-та'аля. Да защитит нас Аллах, субханаху ва-та'аля. Иногда, возможно, из-за некоторых верующих, которые в этом районе, например, в таких городах или в таких странах и так далее, Возможно, из-за этого Аллах, субханаху ва-та'аля, не наказывает этих людей. Аллаху известно лучше. Если вы зайдете на YouTube и введете в поиски люди, Помпеи, посмотрите, что произошло с ними и посмотрите, чем они занимались. Это было открыто не так давно. И целая нация в Италии была уничтожена полностью. Как она была уничтожена, это будет вам от меня задание. Найдите и посмотрите. Да защитит Всевышний Аллах всех нас. Продолжение следует...